приветствую вас на канале покоритель бездорожья регион белозерские луга карта основной район восход солнца я себе позволяю немножко понежиться в дреме но правда находясь уже на рабочем месте давайте посмотрим что же я хочу себе сегодня назначить в качестве сурового испытания и так контракт sunsales technologies мощь 1000 солнц причем обратите внимание в начале был контракт энергия солнца потом мощь двух солнц а теперь мы уже добрались и до 1000 солнц серьезное движение ну и что нам нужно собственно говоря в формате выполнения данного контракта как видите солнечные панели забрать почему я выбрал этот грузовик потому что он находится буквально рядом с железнодорожным складом и кроме того еще нужно металлические рулоны забрать они также у нас здесь но они вот здесь в зоне производства находятся кроме того опять как всегда я же не могу так чтобы взял и поехал вот возьму сейчас панельки а потом заберу что там положено еще рулончики и подумаешь взял и отвез их вот сюда вот в угол карты но нет так же не делается мы же нормальные люди мы же продумываем все наперед как говорится 7 раз отмерь один раз отрежь так что что я еще хочу прихватить параллельно давайте посмотрим вот в контрактах harvest corporation есть контракт охотник за мусором и туда нужно тоже доставить три металлических рулона то есть но напрашивается само собой раз мы все равно отсюда берем металлические рулоны а у нас конечная точка находится вот здесь ну казалось бы разгрузились ну и подумаешь и поехали уже в урожайную корпорацию но и это еще не все посмотрите тут же есть курятник куда тоже нужны металлические рулоны опять же в урожайную корпорацию значит нужно прихватывать больше отсюда рулонов чтобы все утащить чтобы все ну частично хотя бы выполнить но и еще один нюанс есть давайте посмотрим жилищный вопрос как видите вот это все нужно выполнять на карте основной район то есть доставить на площадку одну бытовку и на свалку вторую бытовку но бытовок то у нас как таковых нет а есть производство а для производства бытовок нужны контейнеры и запасные части как я помню ну или что-то в этом роде которых на этой карте нет увы так что то что нам нужно находится на карте перекрюст в общем такой у меня обширный план на сегодняшний день ну а что удастся из него реализовать посмотрим давайте для начала все таки начнем выполнять хотя бы контракт 1000 солнц так что я завожу хотя нет я еще дремлю завести не могу так что надо самому себе посигналить что ли да все молодец я проснулся готов к выполнению задач заводим и поехали железнодорожная станция у нас здесь где-то причем кран я развернул чтобы он мне не очень мешал в движении но вообще я хочу проезжая мимо гаража заскочить туда ну нужно во первых путевку отметить а во вторых хочу другой кран поставить с этим у меня сложности на урал next возникают ограничивает он в движении полуприцеп но уже кто ранее смотрел в курсе что происходит то есть какая-то жесткость избыточная присутствует в месте посадки полуприцепа в седло нет достаточной свободы полуприцепа в движении так что поставлю обычный мини кран ну а сейчас заруливаем на склад вот видите когда кран развернул так получше все-таки больший угол поворота но тем не менее все таки хочу поменять так давайте загружаем наши солнечные панели доски кстати здесь есть тоже эх ведь нам нужно на карту урожайной корпорации доски но все сразу ну никак ну просто никак так перепроверимся давайте сколько там до солнечные панели три штуки ну и отсюда мы рулим куда гаражу для начала вот поставлю точечку так здесь мы вынырнем в период нормально погнали но опять же заезжать я естественно планирую на карту урожайная корпорация двумя грузовиками и там у меня в месте производства стоит камаз посмотрим с какой нумерации но четырехосник однозначно потому что их два камаза появилось четырехосных буквально недавно загнали в гараж обновление пришло так называемое вот видите если кто видел сейчас внимательно смотрел как у меня шел грузовик с полуприцепом такое ощущение что он юзом идет то есть не дает в седле свободного хода полуприцепу из-за этого я уже несколько раз ложился на бок на этом грузовике и груз приходилось по новой загружать но надеюсь сейчас мы просто доедем без приключений а на месте уже посмотрим какой там у меня камаз но уже тоже с полуприцепом поскольку уж ехать так ехать полностью груженными оно по-другому и не получается между прочим потому что вот здесь у меня что у меня здесь осталось три места ну заброшу я сюда как раз три рулона металлических и все а дальше уже нужно думать что там в камаз закинуть ну как думать в рамках этого контракта так что у нас тут опять подсвечивается может что-то новое появилось ну-ка перепроверимся сюда доставлять нужно откуда-то какой-то груз ладно пока не до этого поэтому я про камаз опять вернусь к нему что там думать нам еще два рулона в него забросьте остается четыре места значит еще четыре рулона то есть грузимся под завязку металлическими рулонами но подразумевается что для начала мы конечно едем сдаем наши солнечные панели и два рулона из одного грузовика так вообще я зря заехал давайте я выйду пол прицеп здесь оставлю так давай вот так вот разверну все стой жди тут пугало на поле есть если что отпугнут желающих свистнуть солнечные панели я надеюсь так открепляем прицеп и все в гараж так и вот здесь себе посмотрим какой-нибудь мини-кран более подходящий вот так я надеюсь что с ним попроще будет управлять полуприцепом давайте я покину гараж и вот к слову о бытовках у нас здесь есть контракт обратите внимание давайте я заглушу если мы его принимаем то у нас появляется грузовой контейнер вот он лежит здесь как раз рядом с производством то есть по сути дело мы можем этот контейнер а я один уже использовал взял и забросил ну просто проверил там у меня зил 131 стоит взял и забросил его на производство да спокойно его можно взять а после того как считается невыполненным наше состязание мы можем опять вот как сейчас принять и у нас опять контейнер появится на том же месте то есть по сути дела мы можем два контейнера забрать оттуда подвести с карты перекресток необходимые дополнительные материалы изготовить уже бытовки как мы и поступим но это я к слову потому что планов как видите много а еще ничего не реализовано из того что я озвучил поэтому цепляем наш прицеп так присоединяйся все посмотрим на карту но здесь стандартная прямая дорога едем туда но единственный нюанс что нужно все таки будет и контейнер прихватить вот здесь и сразу его закинуть на склад так погнали а заодно сейчас и посмотрим как тут у нас полуприцеп ощущает просто с мини-краном и с низким седлом ну вот сейчас видите хорошо видно да вот пожалуйста видите насколько позволяет градусов на 30 относительно горизонтали полуприцеп переместиться так что вот в таком варианте с такой комплектации я думаю мне на порядок будет проще так быстренько тут проезжаем ох проезжаем то быстренько а урончик то там на булыжниках зарабатываем сейчас посмотрим у меня там с левой стороны да видите я заскочил ребята подскочили пока я там путевку отмечал у завгара кстати от него нагоняй получил так ты должен каждый вечер приезжать путевку отмечать я думаю какой вечер я ночью закончил работать лег в машине подремал немножечко несколько часов не но так-то он мужик хороший но ему же скучно вот я появился он давай на мне слегка и отыгрался так подождите-ка я проскочил вот он контейнер лежит давайте я его прихвачу сейчас мы реализуем в рамках объединения наших контрактов так давайте кран включаем наш все цепляем пятитонник вроде но видимо достаточно тяжелый контейнер так давайте я его разверну все-таки над кузовом как-то размещу еще выше то сможешь поднять ну достаточно достаточно так и поехали к нашему месту загрузки так нормально вписался я вроде да так давайте я обратно вернусь в режим крана и перекину скажем вот в наш соседний камаз контейнер так сейчас мы его тут как-нибудь подровняем немножечко как-то он упирается не хочешь на склад что ли странно это какой-то контейнер должен делом заниматься а не стоять где-то понимаешь так ну-ка попробуем так открепляем и и пересаживаемся ну давайте восстанавливаю стрелу и переседу эй и переседу в камаз 6350 как мне кажется так вот он стоит давайте проверим упаковать могу могу все теперь теперь сдадим на склад разгружаем все порядок значит в принципе мы готовы к приему грузов но пока что не все так просто давайте я опять пересяду ворон next заглушу движочек чем мы тут стоим коптим и теперь задача такая притащить сюда детали давайте посмотрим вот бытовки где у нас там жилищный вопрос бытовки видите чтобы изготовить бытовку опять же мы смотрим но правда сейчас у нас генератор не запущена эх так чё у меня там грузовик какой еще рядом какой то там есть у меня 131 что ли сейчас мы сядем в 131 где-то у меня там 131 вот он так давай подкатывай запустить над генератор то и заодно под заправить так подключаем включаем генератор заодно заправляем генератор прад полный надо себе бак заправить так и теперь грузовик глушим и пересаживаемся скажем в ворон next давайте посмотрим вот у нас сейчас производство нам не средние бытовки нужны до расходники значит нам расходники в количестве двух штук контейнеры видите у нас уже есть нам нужно расходники с карты перекресток довести ну и давайте посмотрим рулоны на складе шесть а мне нужно сейчас скажу сколько сюда два и туда пять семь штук что ли нужно короче парочку надо изготовить давайте вот так вот с запасом так и себе я гружу три рулона хотя у нас в контракте металлические рулоны два но как я говорил видите в контракте harvest корпорейшн три рулона нужно туда и еще в курятник нужно четыре рулона так что значит загружаем рулоны есть три загрузили сюда нужно будет четыре рулона загрузить но прежде чем грузить в камаз нужно сюда все-таки с бытовками вопрос решить и довести сюда запчасти так что давайте я перемещаюсь на карту перекресток там у меня нами 0127 и притащу сюда уже соответственно необходимые материалы так что встречаемся на карте перекресток вот он нами 0127 а то заждался бедный тут стоит уже не знаю сколько времени давай заводимся надо будет правда подзаправиться и поехали брат такая машина как видите тяжелая что делать ему тоже хочется поработать так что покатили тут нам рядышком до склада доехать какой серьезный грузовик колеса одни чувствует шарнир на сочлененная рама но один мост видите у меня там приподнят в середине так цепляет слегка и резины ну когда нужно можно и поставить по какому-то маршруту я поехал непонятно решил немножко сократить ну с другой стороны здесь видите рядом со складом и мерседес кстати стоит тоже ожидает распоряжение но пока пока очередь поработать на ми так закатываем правда не так чтобы уж прям с одного маневра сейчас уже должны попасть на склад точно так давайте расходники нам нужны все загружаем ну так я уже с запасом на всякий случай кину еще один комплект тогда может у мерса подзаправиться чтобы уж наверняка ну-ка поделись немножечко дорогой давай но он себе заправит потом у него есть откуда взять у него багажник на крыше канистры все как положено ну а мне куда мне нужно в основной района основной район так хотел по железке ехать основной район у нас справа находится так но все равно по железке вот проеду я участок и вот здесь вот поверну уже направо ну и дальше там пошло по шоссе АЗС там кстати может быть тоже подзаправиться ну а сейчас да погнали по железной дороге в путь так посигналим от салютуем мерседесу что мол ты пока жди распоряжение насчет тебя не было ну и выкатываем на рельсы как всегда создается странная ситуация когда грузовики катаются по рельсам вместо тепловоза надо кстати по сигнале чтоб за своего принимали да вот так вот сейчас еще по сигнале тут видите мимо домов проезжая но больше не будут сигналить а то люди смотрят что такой звук есть а тепловоза нет а едет какой-то грузовик странная ситуация но мало и может такой технический прогресс что сейчас грузовики могут заменить тепловоз что-то мы там медленно как-то прям по гравию катим может мне подвеску полностью раскрыть хотя сейчас уходить скоро будем но давайте посмотрим да что-нибудь даст интересно я уже сошел с рельс давайте-ка подвеску изменим из интереса просто сейчас у нас все пять мостов ведущие посмотрим как это отразится на нашем движении колеса у нас конечно широкие проминаются буквально вот рельсы остаются между колесами и то прям впритык ну ладно короче я поехал давайте теперь встречаемся уже конкретно в пункте назначения дорога известна я приемничек включу себе еще разочек по сигналю мимо вот каких-то тут гаражей проезжаем и все и встречаемся в пункте назначения вместе разгрузки ну и вот я подкатываю к месту назначения так что будем как-то умещаться здесь на одной площадке правда туда не пролезть наверно с обратной стороны нужно заехать чтобы разгрузиться да сейчас кружочек сделаем ну и потом место освободим так закатываю да видите как нас тут много собралось так давайте разгружаем все и я откатываю в сторонку все и уже передаю бразды правления оставшимся двум грузовикам ну что же продолжим выполнение контракта давайте для начала все-таки изготовим бытовки вот пара штук готова порядок теперь смотрите что я делаю я беру и загружаю себе бытовку одну так теперь вот что нужно мне с ней сделать давайте заводим движочек распакуем груз и краном уберем из кузова чуть позднее объясню почему так цепляем ее и куда-нибудь на площадку чуть вперед перекинем рядом на площадку пока поставим потому что у меня на нее другие планы ну вот как есть все теперь смотрите что нам нужно нам же нужно металлические рулоны 4 штуки в курятник отвезти и 3 штуки охотникам за мусором поэтому у нас весь кузов занят давайте мы загрузимся чтобы уж много не думать давайте давайте нет теперь нет теперь нам не бытовки рулоны все шесть штук забрасываем в кузов порядок вот а теперь нужно бытовку сверху поставить не знаю довезу я или нет может быть лучше поставить на Урал проверим потому что рулоны смотрите насколько выше солнечных панели ладно сейчас проверим так давайте цепляем если свалится то тогда перекинем на Урал пока что мы просто ее в кузов закинем закрепить естественно мы не можем да чуть-чуть мне надо под развернуть вверх поднимется поднимется попробуем ее развернем так чтобы она у нас в кузов вошла эх стрела не дает так может мне сразу тогда на Урал закинуть а то будет по рулоном скользить ну-ка попробуем как-то не хорошо она сопротивляется так ладно сейчас мы еще попробуем в принципе Урал может и своим краном подровнять да как-то не хорошо ладно тогда просто закинем рядом с Уралом и он сам перекинет все оставляем так стрелу восстанавливаю пересаживаюсь пересаживаюсь в наш Урал так заводим посмотрим получится у меня закинуть в кузов все-таки там панели то пониже находится и плоскость у них присутствует так опора что ли выдвинуть а то как-то он себя не очень хорошо ощущает не очень устойчиво так вверх можем мы еще поднять можем так и попробуем над кузовом чуть-чуть еще влево и подровняем но даже через черное проверим эх как-то неудачно становится так ладно сейчас чуть вверх разворачиваем ну крутится туда-сюда так еще раз проверяем нет как-то то в одну сторону много то в другую проверяем все вроде вошло все да ну и можно что можно кран опустить стрелой прижать все вот таким образом для чего это сделал для того что у нас давайте посмотрим в контрактах вот он контракт жилищный вопрос то есть нам одну бытовку сюда нужно тащить но вторую то нам нужно тащить вот сюда а мы все равно поедем мимо поэтому я прикидываю что если она у нас будет достаточно послушной то мы скажем скажем вот до этой точке доезжая одним грузовиком нет наверное да ну здесь второй грузовик остается потом я еду сюда даже не сюда вот вот здесь между прочим мерседес стоит в него можно просто перекинуть а мерс уже закинет на склад а мы дальше двигаемся смотрим куда мы двигаемся все двигаемся и двигаемся так вот здесь только как то надо будет объезжать вот этот я не помню проезд у нас здесь вообще есть какой то нам нужно вот сюда давайте вернемся обратно к нашему контракту в эту точку а тогда нам через реку не надо переправляться мы тут как-нибудь объедем я думаю вдоль и вот так вот как-нибудь проложим себе подходящий маршрут это что касается доставки основного груза но перед этим надо будет вот как раз одну бытовку отдать и мы половина контракта будем считать выполненный а потом скажем здесь же грузовики стоят у меня тот же нами например прихватит бытовочку отвезет ее дальше по назначению но сейчас давайте будем отправляться в путь так тогда наверное у меня урал пойдет первым чтобы видеть как себя бытовка ведет но тут конечно минус в том что камаз нужно цеплять за полуприцеп и заведем и заведем кстати камаз так и аккуратненько вот здесь нужно как-то вырулить нам не знаю камаз пройдет или нет сомневаюсь сомневаюсь откровенно говоря наверное нужно по одному проезжать если вообще рвануть куда-нибудь напрямую ну большого смысла нет так нет тут по одному надо да может быть вот здесь вот объехать я уже по моему как-то проезжал грузовик вот грузовик тут конечно не к месту непонятно для чего мы его притащили для чего выручали из водного плена выручили и все и он стоит и неактивный абсолютно так давайте я пока пересяду в наш камаз догоню уехавший Урал выйдем уже напрямую дальше все будет попроще все выруливаем хорош так и цепляем опять ой а че это у меня опоры остались ну вроде до асфальта не достают думаю за асфальт не будут цепляться так ладно поехали ой промахнулся опять в поворот уходим крутой правда поворот под 90 градусов посмотрим камаз там пролезает с полуприцепом ой 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 что же я эх хотел камаз протащить а в результате потерял с таким трудом установленную бытовку так давайте тогда по новой по новой цепляем да еще перевернулось понимаешь оооо какая капризная ничего себе вообще имеет смысл наверное выкатить мне уж тогда на трассу а то сейчас будем тут мучиться ну ладно сейчас наверх поднимем повыше ну вот так вот и выкатываем на асфальт так что ты тут бытовочка начинаешь вести себя как хочешь так давайте попробуем опять подровнять чуть на себя так ты будешь равняться то вообще да на тебя только тут время тратить так пробуем еще чуть-чуть пробуем все вроде встал прижимаем стрелой так вроде пока все нормально до камаза не достаем и пересесть не дают вроде вот он стоит видно же но нет ладно так давайте где наш камаз вот он подкатываем ой аккуратнее не учитываю массу которая у нас в кузове расположена затормозить не успевая так пересаживаемся ну и в этот раз уже цепляем камаз у нас тут рядом правда его там не очень видно так давай где ты тут у нас все подцепили и поехали ну вот такие сложности возникает когда пытаешься выполнить по максимуму ну и с другой стороны определенный перегруз тоже происходит да у меня видите полный же полуприцеп загружен я же еще и бытовочку закинул наверх тоже ведь вес так вот сейчас у нас тут маршрут такой неприятный посмотрим как мы тут справимся стреласа смотрите соскочил из бытовки эй ты мне еще давай урани теперь стрелой так ну-ка так опускаем опять поджимаем и на всякий случай прихватываем да он мне не позволит прихватиться ну ладно осталось чуть-чуть проехать так покатили бытовка ты давай немножечко потерпи тут уж как-нибудь подержись сверху не вываливаясь из кузова тут еще такая переправа бревна лежат и наклоны то влево то вправо пыталась бытовочка выскочить но нет не получилось так еще немного еще чуть-чуть ну вроде проскочили опасный участок нормально получилось так давайте посмотрим на карте то у нас тут точки какие-то не к месту подсвечиваются как проскальзывает резина это что это у нас камаз во что-то там упёрся так не будем рисковать отцепимся а камазом сейчас отдельно подъедем уперся в номерной знак ну не номерной в знак один снёс а во второй уперся очень хорошо забетонировали так давай пересаживаемся опять цепляем камаз ну и продолжаем движение тут вроде бы всего ничего осталось так надо будет метки там убрать надо посмотреть где у меня мерседес стоит он где-то вот здесь вот должен на дороге стоять сейчас посмотрим да вон он мерс стоит только мы здесь вдвоем опять не развернемся опять камаз упрется в дерево наверняка так оставляем камаз едем с бытовкой решаем вопрос а то она такая непослушная все перебрасываем ее в кузов мерседеса вот тут куры где-то кудахчат мы еще до курятника то не добирались так все восстанавливаем стрелу так ну и давайте пересядем тогда уж отвезем к месту назначения бытовочку только нужно будет нам принять контракт так где-то у нас там жилищный вопрос сейчас следим и посмотрим нам нужно будет довести тут всего ничего сдадим и вопрос решен с бытовкой с одной но вторую надо будет еще там до места доставить но это уже мелочи так разгружая все порядок мы разглушим и теперь надо на камазе нам подкатить а то он тут не вырулить не может так объезжаем ничего себе не вписался дерево снес так все опять пересаживаемся цепляем так и смотрим во первых нам нужно опять вернуть наш контракт да накидать обратно тот же маршрут то есть я хотел где-то вот здесь уйти и вот как то так проскочить не знаю уж какой там рельеф но вроде выглядит приемлемо ну а на месте посмотрим так погнали то уже вечереет включим фары ну все теперь уже нас ничто не должно отвлекать непослушную бытовку мы скинули здесь весь груз закреплен правда солнечные панели конечно хрупкий груз как на нем пишут не кантовать ну здесь видите как они упакованы так достаточно качественно надеюсь что ножки от бытовки не смогли повредить упаковку и солнечные панели мы довезем в хорошем качестве так здесь опять принимаем поправее посмотрим как там все прошел камаз нормально да закат вот а наш завгар говорит вечером должны проезжать отмечаться в путевке нужно ставить штамп когда нам отмечаться мы сейчас туда приедем все уже ночь опять оп эх пока я про завгара вспомнил про камаза забыл так ну-ка если я возьму вот сюда вот сюда нет нет ну давайте чуть чуть подровняем давай камаз ты как-нибудь заруливай поточнее надо тебя поближе что ли за полуприцепом подсоединить вроде и так недалеко был так еще разок цепляем все погнали то время идет ужинать будем завтрак что ли мы же видите как целый день туда-сюда мотаемся еще перекусить ни разу не удалось в голове только выполнение работ нам нужно туда нам нужно сюда тот груз привезти этот сдать в пункте создание различных производственных деталей мощностей бытовку создать понимаете все вот как-то не о себе думаешь как говорится о работе голова болит так все уезжаем с трассы уходим едем по непонятным каким-то участкам но вроде ничего пока все приемлемо правда вот здесь смотрите какой рельеф начинается так ну-ка здесь надо наверх забираться а камаз там как у меня ох ничего себе баками я приложился так а тут деревья так ну-ка 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 камаз ты там как камаз вынырнул нормально так так ох это кто вообще там получил то ли я то ли камаз по-моему на ураве где-то я ночонку получил так камаз нормально прошел нормально все ну вот вырулили на дорогу надеюсь уж дальше что без приключений да это дорога какие-то бревнышки тут утопленные камаз там как смотри не опрокинься так ну-ка ты можешь подтолкнуть давай поджимай поджимай нет что по одному придется проезжать придется по одному от этих бревен больше проблем лучше рядом наверное проезжать чем по ним сейчас проверим вон дерево есть подтопленные наверное имеет смысл по одному проехать эту непонятную переправу видите бревна закончились все плюхнулся и встал чуть-чуть захватил там что-то колеса за что-то не за что цепляться так ну вот на одном я проскочил но может быть тогда я его сразу и разгружу и потом камаз сюда подъедет видите как тут заезжать проблематично так все закатываем да видите уже темнеет вовсю так давайте сдаем солнечные панели все интересно а че он у меня не спрашивает а есть спрашивает но отсюда я не буду разгружать рулоны сейчас мы а то че у меня тут один рулон останется сейчас мы на камазе подрулим так развернемся камаз скинет два рулона ему полегче будет и все таки запас будет какой-то у нас в кузове так надо в стороночку здесь принять чтоб камаз ох то что ж такие прям обо что я не понимаю нет ничего такого вроде угрожающего ни пне ни булыжников ничего не видно так давайте я заглушу и садимся в камаз где-то у нас тут шестьдесят три пятьдесят так не хорошо стоит как то их не хорошо чуть назад если может вообще подвеску повыше поставить сейчас сюда на бревну заеду наверное поставим повыше а то там что-то глубина такая как раз мерить ее нам так давайте и поехали смотрим что тут наши бревна нам приготовили пока вроде проскочили один участок вот здесь как раз глубина ну ничего тоже проезжает и еще один раз в ванну тут плюхнемся все проползли да все стемнело так что завгару привет ну позвоним по телефончику я не звонил до этого но придется теперь наверное отчитываться только сказал все нормально ехать не можем по бревну что это понимаешь не хватает сцепления на мокрых и грязных бревнах все пролезу придется завгару позвонить сказать вот видите только вот закончили куда нам ехать а потом вообще мы собрались на другую карту нам сейчас не до гаража так откровенно говоря так разгружаем рулоны два отдаем ну-ка смотрим давайте визуализацию нам покажите эх жалко темно да молодцы мы молодцы и панели солнечные молодцы жалко в темноте мы приехали так ладно выруливаем как-то туда получится у меня тут на месте развернуться а то сейчас не знаю камаз подлиннее будет а мы сейчас по прямой вот мимо экскаватора по прямой правда сразу не получается но ничего сейчас подровняем ну-ка чуть мы подправим тут заборчик для чего он у вас тут стоит положено наверно просто да чтоб вокруг объекта было обнесено ну как обнесено вот здесь же видите нету ограждения так видимость одна так ну и что теперь мы двигаем к карте урожайная компания так давайте посмотрим значит в принципе тем же путем вот где-то до этой точки добираемся может быть даже как-то вот здесь махнуть там такие рельефы коварные вот так вот так вообще может что-то объехать ну ладно уйдем на дорогу а то там по полям придется ну и чё тут вот и вот и вот мы попадаем уже продверьем смотрите 12 ночи вот так вот а мы еще даже не ужинали точно я сказал ужинать будем в завтрак так чуть продвину сейчас прихвачу урал так подтягиваем к себе и заводим давай дорогой подкатывай то нам сейчас тут преодолевать в темноте эту непонятную переправу бревенчатую так урал вроде едет так вот сейчас плюхнуться должны да шо ж так бревна настилали шо такие участки без бревен оказались невнимательный подход хотя может быть когда ураган был конечно слегка смыло как говорится так урал как там нормально все вот эту часть проскочили ну дальше тут тоже видите участки такие скальный грунт явно присутствует так вот здесь нужно влево да вот попробовать обойти вот этот участок а то что то мы на нем урон зарабатывали и там вот еще такой же участок здесь влево нужно уходить но только нужно мимо дерева с запасом проехать так неприятный такой участок и деревья так урал ты там как вроде должен проскочить ох здесь то на чем непонятно вообще еще в темноте здесь например понятно что булыжники лежат но по ним видите прокатили без проблем подвеску нужно опустить наверное давайте-ка я пониже поставлю здесь дорога асфальтированная все ночь на дворе а мы в дороге как всегда сами себе покоя не даю все хочется побольше сделать побольше успеть вот такие вот мы неправильные а может быть наоборот правильные может быть так и нужно что там у меня прошел мем столбат прошел так и здесь мы должны вывернуть круто влево получится урал пройти сейчас посмотрим мем столбата нет нет не хочет мем столба пролез смотрите-ка нормально получилось здесь видите деревья до сих пор валяются поваленные ну не до них здесь и дороги то нет как таковой вы видите все до сих пор затоплено ох сидим так ну-ка подвинь подвеску поднимем что-нибудь это нам дает мне кажется ничего нам это не дает ну-ка давай поджимай там сзади ну я здесь уже по моему ездил двумя грузовиками и приходилось расцепляться по одному хотя бы ползем ползем слегка так давай 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 здесь такая грязь глубокая прямо наклоняет аж полуприцепно урал ты поаккуратнее там дави дави ну что все встали по моему да так ладно все по одному выкатываем ой тут рядом то хорошо вот деревца какой то есть утопленное давай давай ой как тяжело то камаза ничего себе какая тут грязь так куда-нибудь мы еще достанем не за что цепляться так может быть урал пропустить вперед посмотрим может быть он прокатит рядом да и выдернет камаз ну-ка сейчас посмотрим все таки у нас здесь кузов меньше гружен ну как мы здесь нехорошо так объехать сможем да вот вам и объехать ночью застряли в болоте так ну-ка здесь подвеску тоже поднимем так и есть там нам за что что-то там увидел эй деревья ломается это сухие деревья наверно да попробуем да за что еще вот за бревно наверное попробуем объехать камаз не всегда угадаешь где нужно ехать так вот доехали до потопленного дерева и все за столбик тогда так пролезаем ну давай 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 еще немного ех да тяжелый участок здесь грязевой так просто не проползешь хвататься приходится за все подряд что рядом лежит так вот я выкатил теперь нужно краз прихватить ну-ка ну за собой его за собой так чуть назад подровняем сейчас поправее нам нужно уйти и ты давай там вылезай вообще-то а то такое ощущение что ты сидишь вообще без без движения вот так вдвоем давайте давайте поползаем ух 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 как тут скользит вроде урал на асфальте а камаз там еще держит грязь ну все проскочили все можно вздохнуть свободно там вон в домиках свет горит но нас там никто не ждет поскольку у нас дорога дальняя к сожалению нам ехать дальше перемещаемся ой ну ты и даешь разогнался короче перемещаемся на карту урожайная компания но на сегодня все таки мы завершаем поскольку переместиться то мы переместимся но ночью работать мы не железный как говорится переместимся и все и на боковую ну а уже потом продолжим выполнение контрактов поручений на карте урожайная компания так что не прощаюсь вы были на канале покоритель бездорожья поддержите видео лайком до новых встреч до новых встреч до новых встреч